Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 24 августа. Память святого священномученика Ивтихия. Святой Ивтихий происходил из города Севастополя. Услыхав о благовестии имени Христова, он оставил своих родителей и друзей и пришел к возлюбленному ученику и апостолу Иоанну Богослову. Всюду следуя за ним и подражая его житию, святой Ивтихий получался от него премудрости божественной и подчерпал от него, как от источника, благодать Божию. При исполнившись ревности апостольской, святой Ивтихий мужественно искоренял обольщение бесовское. Встретив святого апостола Павла, Ивтихий стал его спутником и много потрудился вместе с ним, проповедуя Евангелие и мужественно перенося все злоключения. Поэтому этот святой Ивтихий считается учеником того и другого, и евангелиста Иоанна Богослова, и святого апостола Павла. Этот Ивтихий сопричислен также к числу меньших апостолов и именуется апостолом, хотя и не обретается в числе семидесяти апостолов. Почтен же он именованием апостола потому, что потрудился со старейшими апостолами, благовествуя имя Господа нашего Иисуса Христа, а также и потому, что этими старейшими апостолами был поставлен в епископа для служения слову проповеди и приношения жертвы, и наконец есть, потому что в проповеди имени Христова прошел многие страны, и притом не только вместе с прочими апостолами, но и один. Впрочем, он проповедовал Евангелие не один, так как всегда имел своим спутником ангела Божия, который укреплял его и предсказывал ему обо всем имевшем с ним случите. Этот апостол Христов всюду переносил с терпением и заключения темничные и побои, страдая мужественно за Господа своего. Однажды, когда святой Истихий был заключен в темницу и томим голодом, долгое время ему был послан с неба хлеб от Бога. Этот хлеб был принесен невидимой рукою. Вкусив этого хлеба, апостол Христов настолько укрепился, что вменял ни во что все мучения, коим его предавали. В другой раз, когда он был повешен на гимном училищном дереве и был терзаем железными орудиями, от чистого тела его истекло с кровью благовонное мира и наполнило воздух благоуханием. Потом, когда святой апостол был брошен в горячий костер, внезапно послышался гром с неба, затем не шел большой дождь вместе со снегом, градом и погасил огонь. А святой остался живым и невредимым и прославил Господа. Святой отдан был та же насидение зверям, но они сделали скроткими, как овцы, при виде его. Но что всего замечательнее, лев, выпущенный на него, говоря человеческим голосом, прославил во всеуслышание величия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и весьма изумил и даже привел в ужас всех смотревших на зрелище. Но что удивительного? Тот, кто мог в древности открыть устава ламовая слиться, так что она изрекла по-человечески, разве не мог открыть уста льва, чтобы он проглаголовал человеческим языком? На обличении и постыжении нечестивых и на прославление всемогущей силы своей один и тот же Господь присутствовал и чудодействовал и здесь и там. Что касается того, что святой апостол Истихий окончил свой подвиг, то известно, что он был приведен связанным из Иссесов в свое Отечество Севастополь и здесь скончался. Служба его же, положенная ему в мене, упоминает о роде смерти. Именно он был усечен мечом во святую главу, которую Бог и увенчал благолепным венцом победы. Кончина святого апостола Истихия последовала в конце первого или в начале второго века. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова